Всем здарова, Ютуб и Микрофон Фикс, и сегодня я буду становиться пауком. Ну, таким ещё, типа, страшным должен быть. Если честно, ребят, я боюсь пауков, напишите в комментариях кто тоже, поэтому мне будет немножко противно, и мне кажется, мы будем реально крутым таким пауком. И по традиции, перед тем, как начать, хочу вам сказать, нас вот-вот уже будет миллион. Нас, типа, меня и вас вместе, типа, я один, и вас получается ещё 999999, ну, поняли. Поэтому, ребят, кто ещё не подписался... Чего вы ждёте-то вообще-то? Ну, кнопочку нажмите, ну, пожалуйста, ну, оформите вот эту, как бы, подписочку. Э? Ну, ладно, не будем тянуть и начинаем, потому что я могу в любой момент уже начать превращаться. Как вы понимаете, процесс уже давно запущен, и мы уже, поскольку с вами даже немного опытные в этом деле, знаем, когда это примерно всё происходит. То есть первое превращение у нас либо до ночи, либо в начало ночи. Нормально так сказал, но так и есть. И, как обычно, вначале мы добудем дерево и подумаем, что же нам следует ожидать, к чему нам вообще стоит готовиться. Если я паук, то я смогу лазить по стенам, очевидно. Я не знаю, какие фазы ждут меня сегодня, но я думаю, я точно буду обычным пауком и точно буду пещерным пауком. Потому что это эволюция паука. Мне так повезло, что в этом мире у меня сразу несколько биомов в одном месте. Посмотрите, вот поляна. Слушайте, а это неплохое место для паука. Здесь я могу спокойно себе лазить и даже добывать ценные ресурсы. Давайте-ка я его запомню. Также у меня здесь еловый лес, дубовый лес, там горы зимние, тут воды обильные. Так, удайте меня. В общем, вы поняли. Тут где-то 5-6 биомов рядом. Ну, это круто. На самом деле, я уже жду, не дождусь первой своей мутации, потому что стать пауком, это довольно прикольно. Я смогу залезать на стены и со стен кого-то атаковать. И почему тут так много овец? А, вот еще биом болота. Походу, мне реально так повезло. Мне кажется, пауку больше всего подходит болото и еловый лес. Потому что они более темные, мрачные и все такое. Ладно, что я ношу с собой это дерево, давайте уже сделаем из него верстак. А я сделал две кнопки. Понятно. Ребят, шиза на карантине поехала, не обращайте внимания. Верстак готов? Но у меня нет еды, блин, точно совсем забыл. Возможно, я тоже буду голодать, как при вращении в зомби. Кто его знает? Поэтому давайте я поставлю верстак, скрафчу себе меч и попробую вольнуть первого барашка. Чтобы просто добыть себе еды. Окей, еда идет нормально. Барашки, слава богу, очень вкусные. Забудьте все, что я сейчас сказал. Их тут очень много. И это нам очень сильно играет на руку. Потому что еды у меня всегда хватает. И заметьте, уже последние два ролика мне только барашки попадаются. Это странно. То есть я в этом выпуске не видел даже ни одну корову. Кстати, ребят, солнце уже садится. И по идее, вот-вот я должен превратиться. Что за рифмы нападают? Мне покой не оставляют. Это странно. Окей, еда добыта. Шерсть тоже. Чтобы не потерять верстак, сломаю тут траву. Потому что из-за нее реально его не видно. И, наверное, даже помечу это место шерстью. Теперь давайте скрафтим кирку. И, возможно, уже стоит отправляться в... Не понял. Я слышал, ребят, звук паука. Вы серьезно? Ставил шерсть, был фикс-плеем. Зашел крафтить кирочку. Самое забавное, я реально могу залезать по стенам. Это работает. И это круто. Я так понимаю, кирка нам уже не понадобится. Только еда, только хардкор. Эффектов на мне никаких нету. Я уже сразу обращаю на это внимание. Если они появляются, значит, мы продолжаем эволюционировать. Но сейчас у нас пока что ничего нету. Это самая первая стадия. Окей, пойду-ка я схожу в ту пещеру, которую я где-то здесь находил. Теперь же я могу лазить по стенам. По идее, мне нужно поубивать еще мобов, чтобы эволюционировать. О, вот это пещера. Я вижу там криперов. По идее, они меня взрывать не будут. И да, смотрите, я могу спокойно себе спускаться, цепляться за стены. Вот сюда, например, и добыть этот уголь. Но я кирку не сделал. Я просто переползу к криперу, пожалуй. Крипер, встречай меня. И как обычно, он меня не трогает. Потому что он моб, я моб. Мы с ним братья. Я даже по нему практически ползать могу. Но если я его ударю, он, разумеется, взорвется. А, фух, слава богу, не взорвался. Я только сейчас заметил, что у паука... О, подожди! Он все-таки взорвался. Да. Я только сейчас, ребят, заметил, что у паука так мало хп. То есть мне реально будет проблемно выживать. Интересно, в последней своей форме мега крутого мутанта у меня тоже будет мало хп? Или все-таки побольше? Если будет мало, то это не очень круто. Но надеюсь, хотя бы урон у меня будет жесткий. Окей, давайте сделаем так. Пока я не превратился еще раз, я отправлюсь в темный лес. Тут я добуду себе еды. И поубиваю мобов, чтобы продолжить прокачиваться. Спасибо, курочки, за ваш вклад в улучшение мира. О, а вот и болотный биом. И погодите, я вижу здесь паука и скелета на нем. Братан, ты как его на тебя посадил? Ну ты, конечно, и кобыл. А я, посмотри, свободный для жизни человек. Ой, паук я имел в виду. Да, жалко мне этого паука. Знаете, ребят, я за свободных пауков. Нет, скелетом наездником. Так, блин, превратился паука на 5 минут, уже протестую против скелетов. Итак, ребят, я решил подождать до утра. И вот что я заметил. Я превратился дальше. Теперь я пещерный паук. То есть теперь я ядовитый паук. И я должен отравлять при каждом своем ударе. Давайте это проверим. Не знаю, работает ли это на животных, но сейчас узнаем. Итак, кто станет моим подопытным? Давай, корова, ты. Опа, да, смотрите, она отравилась. И это реально работает. То есть, ну, прикольно. Я реально стал сильнее, теперь я опаснее. Но хп у меня только уменьшилось. Но, корова, все-таки иди сюда. От отравы ты никуда не денешься. Слушайте, что будет, если я скрафчу штаны для паука? Стану ли я крутым пауком в штанах? Этого я не знаю. В принципе, мне осталось всего лишь пару кожи. Поэтому давайте я уже мечом добью эту корову. Блин, меч с отравлением. Очень, очень круто, ребята. И все, ровно семь. Крафтим верстак. Который, наверное, размером просто с меня. Даже выше. И делаем штаны. Блин, наверное, должны быть какие-то специальные паучьи штаны. Чтобы я смог их на себя одеть. Ну и желательно восемь карманов, не меньше. Ну да, я так и думал. В принципе, я их одел. И нигде это не отображается. Потому что иначе это было слишком жестко. Но зато моя душа спокойна. И я знаю, что на мне кожаные штаны. Окей, на мне до сих пор пока что нет никаких эффектов. Поэтому давайте мы пойдем и еще мобов поубиваем. Мне кажется, это самый верный путь, чтобы по-быстрому прокачаться. Можно либо ждать, либо самому ускорять весь этот процесс. Идет уже не знаю какая серия. Я до сих пор так и не понял, как это работает. Но как-то работает. Итак, прошло немало времени. И как вы можете заметить, на меня наложились эффекты. Это явный признак того, что... Блин, как же меня бесит трава. Ух, вся трава, я тебя порешаю. Так вот, это явный признак того, что я прокачиваюсь. У меня появилась скорость. И у меня появилась сил. Я уже немножко протестил. Я убиваю овечек с одного, блин, удара. Да еще и отравляю их. Это очень жестко. То есть сейчас я реально такой опасный моб. Тем более, если я буду крафтить другие мечи. Но пока что они даже мне не требуются. Деревянного мне просто хватает. Давайте, ребят, сейчас сделаем так. Я отправлюсь в свое логово и подожду еще пару дней. Возможно, я превращусь. И все будет чики-бомбони. Вот, нашел как раз таки то самое место, по-моему, где Крипер взорвался. И останусь где-нибудь тут. Увидимся через секунду. Ээээ, ребята, я не уверен, все ли идет как надо, но... Я почему-то стал свиньей. Эээ, я... У меня теперь рука свинки, вы посмотрите. Это, это немножко странно. Я должен был стать крутым пауком? Или я что-то неправильно понял? И как мне теперь выбраться? Вот что главное. А, да, еще так же на меня наложилось регенерация 2, сила 3, скорость 3. Неплохо. Кстати, странно, что когда я смотрю в свой инвентарь, я вижу почему-то свою жопу. Ну, неважно. Теперь другой вопрос. Как мне отсюда выбираться? Хорошо, что у меня куча шерсти. И, по идее, я могу отсюда вылезти. Вы представьте, если бы у меня ее не было, я бы просто там застрял из-за того, что пауком туда залез, а потом выбраться не смог. Но теперь, ребята, у меня здоровый вопрос. Почему я стал свиньей? И все ли у меня нормально? То есть, стану ли я большим пауком на следующей фазе? В принципе, с Эндерменом тоже была такая фигня. Перед последней фазой я стал каким-то призраком и все такое. А потом стал жестким Эндерменом. Возможно, и здесь то же самое. Но почему тут свинья? Причем здесь она? Вообще не понимаю. Если вы хоть как-то представляете, ребята, напишите в комментариях. Мне будет интересно почитать ваши догадки. Потому что у меня сейчас в мыслях только... Ну, вы поняли. Ну, раз я свинья с силой 3, со скоростью 3 и регенерацией, то слышите корица. Пока. Блин, я всемогущая свинья. Я реально такой хрюндель. Даже кабан бы позавидовал. А плавать я умею. Ух, полетел. Посмотрите, какой я быстрый-то. Нет, ребят, свинья это имба. Свинья это просто жесть. Спрутов я трогать не буду, пускай себе живут. Окей, ребят, поскольку я в ступоре, давайте сделаем так. Я опять подожду. Я не знаю, либо у меня что-то погануло. Либо все идет по плану и мне нужно просто подождать. Сейчас узнаем. Эээ, знаете, ребят, по-моему, только что все встало на свои места. Боже мой, что это такое вообще? Нет, серьезно. Что я, блин, такое? Вы посмотрите, как оно ходит. Я не боюсь даже сказать, а оно, это не паук и не свинья, это паука-свин. Это свин-паук. Это спайдер-свин. А остальные варианты сами в комменты напишите, мне страшно. Вы представьте, такое в Майнкрафте стрелить, просто на вас ползет и прыгает вот так. Я бы, ребят, сразу Майнкрафт удалил после такого. Помните, мне вначале сказал, я пауков боюсь? Забудьте, я боюсь вот это. Если бы такое спамилось в пещерах, ребята, я не знаю. У меня в жизненной позиции было бы не играть в Майнкрафт. Но, слава богу, в Майнкрафте такого нету и... Боже, что я теперь могу вообще? Давайте посмотрим по эффектам. Скорость 3 вроде как и осталась. Сила опять увеличилась несколько раз, и мы не понимаем даже сколько ее у меня. И регенерация 3. Неплохо. Но все-таки, ребят, хочу заметить, что, по-моему, Эндермен был все-таки как-то сильнее. Да, возможно, я быстро бегаю. Возможно, я реально быстро бегаю. Наверное, это все-таки какой-то паук-ловкач. Эндермен был скорее в ловкости-рассилу. Зомби в чистосилу. Что нас ждет еще? Если вы хотите продолжение данной рубрики, то пишите в комментариях, я обязательно продолжу. Окей, теперь давайте протестируем, как обычно я это делаю. Сделаем Визера. И посмотрим, за сколько ударов я его убью. Напоминаю перед тем, как его сделать, что за зомби я убил его практически с одного удара в максимальной форме. За Эндермена я убил его с одного удара. А вот за паука-свина сейчас узнаем. Визер заспавлен, и давайте попробуем его убить. Проблема в том, что я очень маленький, и мне будет сложно до него достать. Но Визер, э, я здесь вообще, он игнорит меня. Визер, алло. Ребята, у меня большие проблемы. Я сколько не гонюсь за Визером, я не могу его догнать. Я уже просто буквально по разрушениям иду. Он просто ускользнул от меня. А, он застрял, он застрял. Мой шанс, мой шанс. Подожди, стой, стой. Раз, удар, два удар. Да, я смог. Боже, ребят, я убил его. Но проблема в том, что я все-таки немного слабый. Я убил его с двух ударов, и при том это было деревянным мечом. То есть паук оказался не супер сильным, скорее супер быстрым. Ну ладно, ребята, на этом, наверное, будем заканчивать. Мы протестировали все, что я хотел. Пишите, какого вы моба хотите увидеть в следующем. Мне тоже будет интересно. Потому что у меня еще есть куча мобов. Ну, если вам понравилась серия, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Микрофон был фикс. Эээ, свин-паук. Просто стремная фигня. Всем пока. Паучий флекс. Паучий флекс. Увидимся.